И еще один гость, с которым вполне логично обсуждать ситуацию в Калиновке, это Юрий Луценко, генеральный прокурор и один из самых опытных украинских политиков, гость подробностей недели, за что вам спасибо. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ситуация в Калиновке, начинаем с нее, вполне логично. Кто конкретно отвечает за расследование? С кого потом будем спрашивать, если конечно нам удастся, со службы безопасности, с военной прокуратуры? Я думаю, что спросить тебя не из тех, кто ведет следствие, а из тех, кто довел до такого величайного выбора и колоссальной количества втраченных боезарядов для ЗСУ. Следствие ведет военная прокуратура. Хочу обратить вашу внимание, что согласно чинного закону, который два года назад был проголосован парламентом, у нас нет права проверять такие объекты до того, как станет трагедия. Мы избавлены теперь функций загального нагляда и проверок, поэтому, на жаль, реагируем только по результатам надзвичайных ситуаций на военнослужащих складах. Хочу обратить вашу внимание, что сегодня министр обороны сказал абсолютно правильно, что у нас было объективное расследование ситуации в Сватово и целый заступник начальника генерального штаба, который ответит за эту работу, был свободен. Еще около 80 руководителей разных направлений Министерства обороны и Генштаба были избавлены, в том числе по дискредитации. Но это не дало результат. Почему? Хочу, прежде всего, в первую очередь в эфире сообщить, что мы сильны считать, что все остальные выборы – это часть военных действий Российской Федерации. То есть, в версию халатности вы отбрасываетесь все-таки? Нет. Я говорю про то, что мы видим полные ознаки диверсии. Я заявляю ответственностью. В Балаклее мы установили перелет через Украино-Российский кордон без пилотного летального аппарата, который скинул термобаричные заряды, которые стали причиной выбуха под Балаклеем. Отже, это диверсия стороны Российской Федерации, которая уничтожает наш военный потенциал. После этого было много листов, в том числе, мною или военный прокурором подписанным на Генштаб, на Уряд, на Министерство обороны, на Раду на безопасность и обороны, которым мы доводили про необходимое с нашей точки зрения захода. Кто-то к вам прислушался или нет? Грошей выделяют действительно мало, но даже из тех, которые выделили, например, для Калиневки выделили 25 миллионов, выкорисовано лишь 2,5 миллионов. Все остальное на рахунках. Не спешите. Не спешите усиливать оборону. И, наиболее кричущий факт, в Балаклее колоссальный склад охраняло 16 работников вооруженной охраны, то есть даже не солдат, не военнослужбовцы. Работников вооруженной охраны на постах с одной зениткой. В Калиневке было 17 вооруженных 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 охраны и 2 зенитки. Склад находится в лесе и, фактически, как говорят на сегодняшний день следы, есть проходным двором, через который ходили местные жители и другие, возможно, не местные жители. Поэтому контролирует, например, ситуацию там даже целый лейтенант СБУ вооруженной контрразведки, который последний раз в серпе отзывал эти склады. Поэтому, с моей точки зрения, до диверсии доводит безпорядность тех, кто должен организовать нормальную оборону и укрепление, и безопасность, в том числе противоположную безопасность этого склада. В Халиневке мы не имеем никаких доказательств того, что был безпилотный аппарат, но мы имеем все наявные факты, проимоверные, подкресли, пока это версия, закладанный детонатор, который произвел до выбора. Кто заложил? Это скажет следствие, когда оно будет знать это точно. Хорошо, давайте следствие к политическому аспекту вернемся. Как вы можете оценить ту политическую бурю, которая разыгралась в Украине буквально в первые часы после пожара? Такое впечатление было, что наши политики соревновались, кто сделает самое жесткое заявление первым и самым первым призывает самой громкой отставки. Я обратил внимание на то, что около 3,5 тысяч пользователей украинского сегмента Фейсбука, которые работают в территории Российской Федерации, были наиболее активными. Но к этому поводу пораженности, я бы так сказал, было и много чиновных украинских политиков. Они уже негайно хотят призначитесь виноват. Это неправильно в любом случае. Ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения политической, особенно в условиях воюющей страны. Следствие обеспечить объективный результат, как мы это сделали в Балаклее, как мы это сделали в других местах. Мы это сделали здесь. Но я считаю, что в период войны в Фейсбуке призначитесь виноватом, это неправильно. С другой стороны, покрывать тех, кто совершает, фактически, злочинную недвижимость, оставив незахищенными арсеналы нашей оружии, что фактически подрывает боевоготовность СССР, я также никому не дам. За эти ответы спасибо, но пока еще я вас не отпускаю. Вы слишком редкий у нас гость, к сожалению, Юрий. Поэтому мы обсудим с вами еще несколько тем. В частности, еще одну катастрофу, последствия которой приходится разгребать до сих пор. Из общего объема средств, украденных Януковичем, на этой неделе удалось вернуть еще 200 миллионов долларов. Что это за деньги и сколько еще предстоит найти и вернуть стране? Юрий, скажите, вот деньги, украденные Януковича, какие все-таки суммы он сумел вывезти из страны? Звучат очень разные оценки, они разнятся порядками сумм. И насколько активно мы сотрудничаем с Европой на сегодняшний день, чтобы вернуть эти деньги? На начале следствия, что до организованного злочинного группирования Януковича, где входили ближайшие до него посудовые особи, мы получили экспертизу в Институте экономики и Академии наук, которая дала нам официальный висновок про то, что действия Януковича и его ближайшее оточение в форме организованного злочинного группирования нанесли збитки украинской державе в размере 40 млрд долларов. Это один годный бюджет нашей страны. Сколько из них фактически, вот збитки – это одно, а вкратеное – это трое-дое. Сколько из них фактически было проведено в деньги, акции, нерухомость, сказать пока еще сложно. Но мы работаем и в этом направлении. Думаю, что достигнение ГПУ в этом сегменте – я наиболее важный. У меня в руках официальная ответственность, в рамочке, потому что я это держу в себе как одну из самых дорогих документов, ответственность государственного Ощадбанка про то, что после выполненной за решением судом спецконфискации организованного злочинного группирования Януковича, 1,5 млрд долларов США проведены на рахунки государственного казначейства. Отже, дискуссии про то, что это деньги, если это не деньги, давно закончены. Педпись руководителя банка свидетельствует, что все деньги, которые мы спецконфискуировали в организованном злочинном группировании Януковича, находятся на казначейском рахунке. Ба больше, они работают. Согласно решения парламенту, которое было принято летом, 22,5 млрд грн. распределены на... Кстати, хотел спросить, вы как генпрокурор, который активно возвращает эти деньги, вы довольны тем, как расходуются эти средства в стране? И так, и не. Я очень доволен решением парламенту. Потому что 22 млрд грн. из числа этих 39, которые на тот момент были повернуты в государственное казначейство, распределены по наиболее важным направлениям общественного життя. Багато млрд грн, не имею права сказать сколько, отдано на посиление воинского потенциала, начиная от создания новых ракетных оружия, строительство казарм для воинского службовцев, посиление танковых войск, прикордонников, для введения системы отбитка пальцев при перетине украино-росийского коридона, нашими певничными сусидами. Также 4 млрд грн. выделено на сельскую медицину, а это 1700 фельдшинско-ракушерских пунктов, где проживает 40% нашего населения, должны быть по новому преобладнану. Млрд грн. выделены на дороги, которые мы видим по всей стране. А на что не стоило бы выделять, по вашему мнению? Но, с моей точки зрения, парламент сделал много доброго, но практика свидетельствует о том, что из этих денег только 10% на этот момент использовано. Тут и недбалість виконавців, и, прямо скажу, саботаж Министерства финансов, который большинство этих денег переносит на грудень, что унеможливает их использование. Какая дорога будет в грудне? Какой город будет в грудне? Какое строительство можно начать и закончить до 31-го? Ну да, и дорогу зимой не построишь хорошую, и фронтово чем-то помогать надо безотлагательно, а не ожидать зимой. Я очень доволен тем, что сделала прокуратура, поддерживаю решения парламента, куда направить эти деньги, и абсолютно не понимаю, и почему, например, на местные бюджеты для строительства местных очень важных вещей, дороги, школы, детство, садка, было выделено 4 миллиарда, и на этот момент 0 поступило. Державный фонд регионального развития, выделено 2,5 миллиарда, дали 1,5 миллиона. Поддержка строительства дороги из 2 миллиардов 0. С моей точки зрения, нужно серьезно и объективно разобраться с этим фактом и парламентом, и ГПУ. Мы разглядаемо это, как действия, что межует с превышением служебных повноважений, которые злочинно не дают выполнять решения парламента по строительству потребных для людей объектов за деньги, повернутые из злочинной банды. Хорошо, теперь немного поговорим о делах судебных. Появился еще один аргумент в пользу создания в Украине отдельной вертикали антикоррупционных судов. И этот аргумент тоже иностранный. Посол США в Украине Марий Иванович в интервью журнала Новое время заявила о том, что это, здесь я процитирую, ясная позиция, в Украине должен быть создан антикоррупционный суд. Точка. Заметьте, тональность американского дипломата безапелляционная. Впрочем, как и у многих других представителей западных стран, которые комментируют эту тему. А вот украинские политики далеко не так категоричны. Наиболее влиятельные из них не раз уже говорили, что отдельную новую судебную вертикаль в Украине создать невозможно. Мол, в действующих судах должны быть созданы специальные антикоррупционные подразделения. Собственно, это еще один вопрос для Юрия Луценко. Юрий, тут я прошу вас ответить не столько, как генерального прокурора мне, а сколько, как очень и очень опытного политика. Чем может закончиться вот эта дискуссия? Будет создан отдельный антикоррупционный суд? Или будет реализовано какое-то другое решение? Насправді тут не треба виявило деколька десятков випадков и близко 30 направило до суду. Такое стверждается, что для этих 30 випадков треба створить окремый специальный суд, где будет все честно, объективно и быстро. А вот для 4 тысяч нехай будут старые, коррумпованные, неэффективные и затянутые на руки суды. Скажите, это правильно или нет? Какой выход по вашему? С моей точки зрения каждый суд должен быть антикоррупционным. И для этого есть элементарный ход. Негайно увеличить количество судов в областных центрах где-то человек на 25 и в всех районах столицы приблизно на 50 человек в Печерскому и где-то по 30 в каждом районе. Набрати по специальной, но уже законной давно процедуре через тести, через контроль громадской двое еще подкреслю новых еще раз новых бо часто говорят неправду что я пропоную обраться с тех самих судов новых судов які негайно почнут займатися цими коррупционными справами и ГПУ и СБУ и ДФС и НАБУ бо поки-що 4 тысячи хабарників прогулюют тюрьму через те, что судов просто физично немає. Ну и суди у нас в дефиците мы об этом недавно рассказывали в нашем эфире. при цьому это не означает что я выступаю против окремого створения антикоррупционного суду це справа щонайменше на рік можно и це створювати в Украине по-моему такой размах коррупции на сегодняшний день что нам не помешает и антикоррупционный суд и реформа хорошая судебная только проведенная правильна и качественная и параллельно створювати великий антикоррупционный Юрий Луценко генеральный прокурор Украины был гостем подробностей недели Юрий спасибо вам нет отпущу только после обещания что вы будете более частым гостем нашей программы я постараюсь я хочу работу дозволить спасибо у нас еще одна новость так сказать по линии генпрокуратуры